Доброе утро! Это «Разница во времени» Короткие чайные новости от ttips.ru В китайской прессе наткнулся на занятную статью, в которой автор со всей журналистской горячностью исследует слияние чая и кофе через молоко и сахар. Мысль его воудушевленно развивается следующим образом. Каждый из напитков и чая, и кофе по мере своего распространения по белому свету постепенно обрастал молоком и сахаром и становился вкуснее. Затем стали появляться первые комбинированные напитки в Эфиопии, Японии и Гонконге, например, для приготовления которых использовались и чай, и кофе, но все равно через молочную и сахарную прокладку. Сначала они были локальными специалитетами и не привлекали особого внимания, но потом наступило время фьюжн напитков типа жасминового латте-чая и капучино с чайным ароматом, и все. В инновационных сладких и молочных напитках, содержащих кущу компонентов, принципиальная разница между кофею и чаем потерялась. Интеграция – все дела. Наблюдение очевидное, вот только интерпретировать его можно в совершенно разной тональности. Автор китайской статьи настроен позитивно и вписывает чайно-кофейно-молочно-сахарную интеграцию в общую картину развития чайной и кофейной культур. А мне гораздо ближе безысходные рассуждения в стиле «массовый рынок, оперирующий сладкими молочными напитками, полностью стирает разницу между чаем и кофе. Молоку и сахару все равно». Ну или как там было в зерсале грешного у отца Федора. «Сим молитву деет, хам пшеницу сеет, ефет власть имеет, смерть всем владеет». В нашем случае не смерть, конечно, а молоко и сахар. Мария Гейман обзоры чайных мест в разных городах, которые я уже пару раз анонсировал, подготовила новую подборку чайных локаций, токийскую. Подборка очень интересная, причем не только содержанием и структурой, но и, скажем так, целевой аудиторией. Это настоящая мечта тревел-блогера. Если пройтись по следам автора, то можно подготовить шикарный цикл репортажей о чайном Токио с описанием чайных разного формата, гостиниц, в которых подают чай, магазинов и рынков, где чай можно приобрести, музеев и прочих культурных локаций, в которых нужно духовно расти, иначе, как известно, трындец, и даже мест чайного эскапизма. Иллюзия полноты картинки будет очень убедительной. Ну и на формат разных чайных и околочайных заведений тоже интересно посмотреть. Ресторан Якума Сарио и отель Хошиноя очень интересные, например. Добротный обзор искренне рекомендую, ссылка будет в сообщении. Короткая и экологическая новость пришла с Тайваня. Тамошняя компания Ida Stross, специализирующаяся на изготовлении трубочек для употребления напитков, выпустила на рынок эти самые трубочки, изготовленные из волокон, содержащихся в чайных побегах и листьях. Трубочки отлично протыкают пленку, которой часто закрывают разные уличные напитки, bubble tea в первую очередь. Трубочка не размокает и держит форму в процессе использования и даже чуть дольше. Но при этом трубочка разлагается за месяц. Отчего, конечно, все экологически озабоченные граждане приходят в восторг. Самое занятное в этой новости, это, конечно, то, что во многих напитках, которые пьются через такие трубочки, чая-то уже и нет. Хотя слово «чай» в их названии присутствует, и употребление таких чаев через чайную трубочку – это шах и мат всем чайным ортодоксам. Захочешь выпендриться и сказать, что вся эта ваша хрень с шариками в чайной культуре никакого отношения не имеет, что там чая иногда вообще нет, а употребитель bubble tea проткнет его чайной трубочкой и посмотрит на тебя молча и с сочувствием. А тебе и крыть нечем. И это была разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!